Курской области якобы ВСО прорвали границу, 25 километров продвинулись вглубь России. Тут сразу нужно добавить, что эта информация от российских пропагандистов, Украина информацию не подтверждала. Но хочу услышать вашу аналитику этих событий, что это может повлиять и как на это может реагировать путинский режим. Вот теперь мы опять слышим такое словосочетание, давно забытое, как Курская битва. Это август 43-го года, а вот теперь оказывается это август 24-го года. Такое совершенно фантастическое совпадение, режет слух до сих пор, поверить в это очень тяжело. Но российская пропаганда и Коношенков лично говорит о том, что оба Зеленских уже убиты, 5000 танков уничтожено и 25 миллионов украинских солдат, проникших на территорию, остановлены прямо непосредственно на границе. Но правда есть некоторое количество потерь со стороны российских, взятых в частности в плен срочников. А так, конечно же, атака уже отбита была сразу, это как Киев за три дня. Это проникновение неизвестно кого, неизвестно куда, остановлено. Примечательно то, что, во-первых, признали и сказали, что есть такое, действительно идет война. Во-вторых, замелькали географические привязки. Суд же, например, и направление главного удара Курская АЭС, город Курчатов, они тоже очень тревожат. И по этому поводу российская власть разводит руками. Это вот как раз то, о чем и было много раз уже сказано на уровне аналитики, когда только-только предполагали. За вот этой условной ленточкой никаких войск-то нет. Россия не прикрыта, Россия открыта. И когда украинский солдат-освободитель войдет в пределы российских территорий, сопротивляться ему, во-первых, никто не сможет, во-вторых, просто нет. И мы видим, что впервые, безотносительно того, как к этому относятся так или иначе, ВСУ, не делающие никаких заявлений, и Генеральный штаб Российской армии, делающие заявления, это не разведывательная диверсионная группа с отдельной акцией. Это армия с хорошей войсковой ориентацией на местности, прекрасным совершенно распределением сил и очень хорошим, грамотным взаимодействием различных систем и вооружений, потому что и прикрытие ПВО, и дроны, и тяжелая техника, и танки, и артиллерия, и причем еще инженерные машины. Вот это совсем не диверсия, это совсем не разовая акция. То есть российскую территорию в данном случае посетили регулярные украинские войска. В войне это впервые. Российская сторона признала, причем сразу сказала, что, во-первых, силами батальона, и при этом посчитала, еще заглянув туда, за диверсионную линию, что там целая бригада. И общая численность превышает тысячу. И не хватает только еще, ну, пожалуй, пары подводных лодок, и тогда будет понятно, что вот теперь точно все, потому что вся королевская рать пришла. И Россия в этой связи абсолютно беспомощна. И Патрушев собрал совещание и потребовал за два дня выиграть Курскую битву. Потому что первые, кто попадает непосредственно в поле зрения общественности, это пограничники, это их зона ответственности. Это они должны были что-то сделать. Для прикрытия границ в этом отношении, в этом направлении, на этом участке, был срочно год тому назад сформирован полк из кого ни попадя, из срочников. И именно они попали в плен, именно они как раз и оказались полностью беспомощны. И там еще где-то фигурировали кадыровцы, которые быстро испарились, и даже тикток они оставили в памяти себе. Получается картина. Украина регулярной армии пошла очень серьезно на российскую территорию, прекрасно понимая, что этим самым можно и перекрыть поставки газа в Европу, а можно выйти, например, на Курскую атомную электростанцию. Российская сторона говорит о том, что группировка врага разбита, а защищаться нечем. И губернатор мечется, потому что с него спрашивают. За проигранную Курскую битву спрашивают не с армии, не с Патрушева, спрашивают с губернатора, который разводит руками и говорит, я вообще не знаю, что делать, у меня там вот церковь одна полыхает, у меня никакой эвакуации нет, при том, что он до этого рыл зубы дракона и все остальные варианты защиты населения, когда должны были ополченцы и партизаны, что-то такое из себя показать. Поскольку войск никаких нет, противодействовать нечем, Россия единственное, что смогла, это попытаться предпринять ковровую бомбардировку по своим же. Ну как, это же уже враг зашел. Значит, все те люди, которые жили в этих деревнях, рядом с границей, они теперь уже захвачены, они теперь уже, видимо, как вампир укусил, и после этого они тоже вампиры, поэтому они подлежат уничтожению. И не надо никого щадить, честь бундира превыше всего, из российских пределов нужно супостата изгнать, и поэтому первые, кого смогли уничтожить, это свои собственные. Именно они попали в статистику, когда на высоком уровне говорят о количестве жертв. Там трое погибло сразу, там порядка 28-35, непонятно скольки, пострадало. Это вот они, это как раз от противодействия. И здесь очень момент, на себя обращающий внимание, хотя он не воспринимается как важный. На мой взгляд, субъективный, это кардинальное отличие двух систем. Ведь на Украину два с половиной года тому назад напала орда уголовников. Это бандюги и воры, это преступники. Вот те, кто под видом людей в военной форме, прикидывающихся солдатами, поначалу даже солдатами-освободителями, эта тюрьма напала на свободный мир. Вот Россия и Украина, сами по себе, в состоянии развода, живут 33 года. И какие разные люди получились, какие два разных социума построены в Украине и в России. Когда российский солдат-освободитель вошел 24 февраля 1922 года в Украину, он в борьбе с украфашизмом начал как в тире отстреливать гражданских. Так здорово, машинка едет, а давайте-ка мы ее из пулемета. Люди бегут, женщины, дети, а давайте-ка мы их из автомата. И выяснилось, что это убийцы пришли, это пришли каратели. Не освобождать, захватывать. И Россия оставила чудовищный кровавый след, как в глухое средневековье, когда уничтожали и Буча, и Ирпень, и остальные страшные точки на географии, а также на репутации России и на израненном теле Украины. А вот Украина вошла в российские пределы. Где сообщения местного населения о страшных преступлениях украинских военных? Где заложники, мирные, взятые в плен, замученные, расстрелянные? Вот какой мир пришел, вот какая украинская армия. И есть стратегическая цель, в данном случае направление удара Курская АЭС и вот этот суджинский пункт перераспределения газа, который надо заправлять. Есть политическая цель, всему миру показать, вот она сила. Вот буквально вчера и в 16 в небе появились, а вот сегодня, смотрите, мы уже начинаем освобождать российскую землю от путинизма. И есть еще одна очень важная моральная составляющая. Посмотрите, какие люди напали на Россию. Посмотрите, как они себя ведут. Посмотрите, что они делают. Они ничего не делают. Никаких военных преступлений. Это вот стилистика войны, которую в последний раз по мемуарам мы помним в 14-17 году, Первая мировая война, когда мирное население точно знало, что их это не касается, и войну наблюдало через окошечко, через забор. Ну, смотрите, австрияки пошли, о, русская армия пошла, а вот немцы пришли, а вот опять русская армия. И не было никаких репрессий мертвого населения. Мы все оставляли вне зоны своего действия. Ну, там какие-то обыватели на заборе. И в России мы видели, что когда диверсионные группы заходили в Белгородскую область, насколько спокойно мужики через забор общались с украинскими солдатами и оккупантами. И говорили мирно, неиспешно, покуривая, и сели, ну, а что вы тут? Ну, зашли, да. И опять-таки, после того, как диверсионные группы уходили, не было вообще никакого разговора, никаких свидетельств, никакого видео о зверствах укра-нацистов, которые вошли в русскую землю. И вот сейчас пришла армия, и опять все говорят о том, что бомбы сыпятся. Тут возникает вопрос, вы уверены, что это украинские бомбы? Потому что ответный удар, как раз авиаудар, которым пытались выбросить украинцев за пределы революционной линии, он как раз пришел спас вами в первую очередь. И тем не менее, как обращаются с мирным населением? Как полагается, с мирным населением никак. Не репрессируют, не убивают, не уничтожают. Никакого костлагеря не создано, никаких пленных не взятых. В плен попали только военные. И вот это огромное моральное преимущество Украины, которое она показывает всему миру. А зато она показывает еще и Россию. Потому что даже пропаганда российская, тот же самый Коношенков, он в свои доклады не включает, что вот там убито два Зеленских, подбито тысяча танков, уничтожено 8 украинских подводных лодок, сбиты все спутники, которые летали над российской территорией. Там зверски замучено в концлагерях кровавого украинского режима 100 миллионов российских граждан. Нету этого. Коношенкову придумать любые совершенно словосочетания и обвинения Украины, это никаких проблем. Буквально. Взял и придумал, сказал, что смотрите, там, а мальчика распяли, и бабушку Клаву пристрелили, и дедушку Пыхто тоже там танком задавили. Нету этого. Даже придумать такое не получается. То есть даже не хватает фантазии для того, чтобы настолько оболгать Украину, выставляя ее как фашистский режим, безудержно кроваво вошедший в пределы Российской Федерации. А вот этого нету. Не приклеивается этот ярлык в Украине. А с точки зрения войны, мы видим, что неизбежное произошло. Слабая российская армия оказалась абсолютно не готова. Резервов в этой стране? Да никаких нету. Ну, дети какие-то там, которые в плен попали, попытались какую-то организовать оборону. Командиров нет. И Z-паблики пишут о том, что не командиров отделения, не командиров взводов, бьются в окружение, снаряды кончились, что делать непонятно. И вообще, как воевать-то? Они и не готовились к этой войне. И Путин, который провел серьезным лицом совещание, и не сказал ничего, потому что ему нечего сказать. Единственное, что потом в качестве послесловия к его совещанию было о том, что пару слов не будут срочников отводить из вот этих территорий, где они сейчас попадут под огонь и погибнут. Ну, срочники так срочники. Других нету. Все остальные, кто на контракте, кто за 400 тысяч, за миллион рублей пошли убивать украинцев, они по ту сторону. А по эту Россию защитить некому. Поэтому, когда украинский солдат-освободитель войдет уже дальше вглубь территории, ну, собственно, сопротивления не будет. А вот хлеб-соль, пожалуй, будет. Потому что все равно свои пришли. Понятные, говорящие на том же самом языке, возможно, с акцентом, но это свои пришли. Которые не тронули пальцем ни одного мирного, позволив всем, спокойно покуривая через забор, переговариваться с проезжающим мимо украинским танком, зная, что его это не касается. Сергей, интересно историческое сравнение с Курской битвой. Как мы знаем, Путин, он любит историю, и любит часто сравнивать себя с кем-то из прошлого, то с генсеками СССР, то с кем-то царями. Вот на фоне сегодняшних новостей Путин экстренно провел совбез. Как вы считаете, как лично на эту новость и на те события в Курске реагировал Путин? Доложили ему? Кто? Доложил, потому что мы знаем, что плохие новости Путину докладывать достаточно страшно. И какие последствия будут для Путина лично и для его безопасности? Путин, как всегда, ничего не грозит, потому что до тех пор, пока американский президент не распорядился в ЦРУ, взяв ордер на уничтожение преступника номер один на планете Земля, предпринять какие-то конкретные шаги, все остальное — это лишь тихое маневрирование, в основном политическое, и все угрозы, они чистословесные. Для Путина это вынужденный информационный повод, когда он обязан предстать. И по выражению его лица видно, что ему плевать на это. Где-то там, в районе Курска, там кого-то поубивало, кто-то куда-то зашел. Да какая разница? Кемска волос, да пусть забирают, не обеднеет. И Путин, только потому что ему сказали, ну, Владимир Владимирович, ну, все-таки, знаете, так получилось, ну, проспали мы, да, ну, надо бы что-нибудь сказать для народа, ну, о том, что мы победим, о том, что сейчас мы уделим внимание, о том, что будут предприняты меры, ну, уж так и быть. Когда Пригожин двигался на Москву, вот тут Путин искренне верещал. Два раза он обращался к советскому народу с высокой трибуны, два раза ему памперс меняли публично, потому что переполнился. А здесь, ну, он так вальяжненько вышел, не выспавшийся, потому что в это время у него обычно бассейн, он там первые три часа дня плавает, у него потом черная икра, потом у него фуа-гра, ну, так уж и быть, какие-то дела. А тут ему сказали, ну, Владимир Владимирович, значит, надо бы, вот, если можно, в утренний выпуск новостей, озабоченность, совет безопасности. Причем он поручил совершенно недееспособному Мантурову выиграть эту войну. Мантуров, он, который стал вице-премьером, Мантуров — это один из ключевых воров в экономической структуре откатов Российской Федерации, это миллиардер, человек со своим гостиничным бизнесом, со своими косметологическими клиниками, со своими коллекцией Бентли и Мерседесов. У него совершенно другие задачи. Он, в принципе, для другого. Его сейчас подняли наверх до этого. Он в течение 10 лет кормился с должности министра. Теперь он вице-премьер, и это очень высокий уровень. То есть у него все то же самое, только умноженное на два, на три. Количество денег, количество краж, количество хищений, количество присвоенного имущества. И тут ему говорят, ну, вы назначаетесь ответственным за решение этой проблемы. Какой? Вот теперь курский губернатор должен выиграть Курскую битву, и теперь ему на помощь приходит Мантуров, один из великих специалистов по воровству и откатам. Он должен выиграть войну. Ну, вряд ли у него это получится. Спросить с него, конечно, не спросят, и это всего-навсего такая вот пустышка. Нужно было изобразить чувство глубокой обеспокоенности. Как мог, Путин сыграл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok